итак парни всем привет вы на канале буран гараж 35 вот очередной бложек начинаем видео так вот с машины и едем мы в мастерскую спустя что я проболел почти что месяц не почти что можно сказать месяц заболел я 12 12 января а сейчас у нас сейчас у нас 12 февраля то есть месяц не был в гараже один раз за месяц был только и все разобрал разобрал мотор на брпе сейчас покажу это даже мотор не сам снимал то есть пацаны сняли мотор только я разберу как-то вот так можно сказать заскучал уже по мастерской вместо 5 занят вот так приехал папа домой на машину поставить некуда ну поставлю вот пусть писька хотят поэтому ну что пойдем пойдем проведать давно небу по-любому там какой-нибудь house это сто процентов потому что без меня хозяйничали директора не было директора не было на рабочем месте у надо сбегать надо еще я же еще здесь опачки здравствуй дом но как и говорил бы цены просто вот так сто процентов так и выверен будет все разбросано раскидана целый стол то есть я вот был один день и разбирал вот эту брп их у это у нас линкс который здесь стоял получается что получается может дают скорее всего в этом божике сразу же скажу у его травит воздух вот по этой шпильке то есть опрессованы но прессовывал я его получаться по шпильке травить воздух как бы он выходить из ситуации скорее всего покажу покажу расскажу что затапливаем кочегарку наводим температуру наводим температуру и будем работать сейчас у нас вот такая температура мне такой датчик подарили просто шип поставить на по факту здесь у нас минус почти что 10 минус здесь нет минус 8 раз давно не был поэтому работать такое настроение сильного работать нету но надо парни начинать потому что потому что потому что люди ждут люди ждут и есть работа так скажем но я еще не поправился полностью то есть у меня как была температура так есть на протяжении месяца была температура ну все затапливаем котельню и погнали работать потихонечку работать мы не будем соответственно будем только наводить порядок приборку сегодня надо протопить протопить чтобы здесь нагрелась то есть это знаем по опыту да если ты не был мастерской хотя бы буквально там три-четыре дня зимой минус 10-15 градусов а потом приезжаешь с выходных например и мастерскую на топить в усиленном режиме дня два чтобы она стабильно держала температуру после этого будет стены все прогреться полы прогреется на на втором этаже перекрытие потолок прогреться и будет уже на третий на четвертый день то есть с ночи на ночь я обычно накидываю полную котельную на полную печку накидываю она горит часов 6-8 лет ну то есть с утра приезжаешь и градусов плюс 10 плюс 8 будет то есть чуть-чуть подтопил уже все тепло становится как-то так все парни начинаю потихонечку что-нибудь делать ну и буду включаться показывать вам время у нас шесть часов вечера с 12 дня тут с 12 дня топится кочегарка а температура поднялась только до 13 градусов и больше не подниматься то есть на улице сейчас 22 градуса минуса и соответственно прогреться чтобы это все прогрелась и как и сказал нужно дня два топить то есть сегодня поеду домой на ночь полную полную печку набью чтобы хотя бы часов до четырех утра над тела и поддерживала хотя бы маленечко температуру как-то так ну 12 градусов уже работать можно но не охота холодно еще сижу в халатике бабка старых не охота переодеваться в нормальную робу нормально рабочий халат принесли ветоши поэтому получился рабочий халат вот не охота переодеваться потому что вся одежда холодная наверху наверху кстати должно быть тепло не поднимался там должно быть тепло прибрался и больше ничего не делал всех соседей короче высушил мост всем соседям пока эту чем не делать пять часов вот и сейчас думаю что буду звонить алексей арбон щеку и скорее всего поедем возьмем цилиндр и поедем на арбон чтобы сделать бар письма бар пиху но это бар пиха как бы пока что не этот самый не первая работа не первое не первостепенно надо сделать сначала бурановский мотор и он поедет у нас весь и гонск и сегонск это вот от него маленько осталось деталек сам мотором там вот наверху стоит наверху стоит грубо говоря он опрессованный полностью собранный на его осталось поставить стойку охлаждения и до собрать его запустить настроить и отправить хозяину вот я этот мотор собрал получается и на следующий день меня скосило и все и месяц этот мотор просто стоит собранный потом здесь еще один бурановский мотор то есть тут детали к нему и вот тут детали к нему это мотор другу мотор другу тоже подождет потом мотор код динго-дринго деньга 150 получается у его заклинил поршень заклинил поршень на шатуне прям палец приварился к шатуну не провернуть короче получатся тут под замену но сам поршень с цилиндром с цилиндром хана ну соответственно и поршень хана вот и замена коленвала пока что тоже будет стоять потому что магазине где обычно заказываю на их запчасти нету коленвалов на этот мотор поэтому будет стоять как то так но соответственно этот с мотором потом два заказа есть на печку но это второстепенно да это у меня побочный эффект кроме мастерской делающие печки банны получаться вот одна стоит и вот вторая стоит и нифига я не поделал думал приеду с нового года новогодние праздники отдохнул 10 дней так нормально отдохнул и думал буду работать но получилось так что нифига не поработал как-то так парни относитесь к этой сраной болячки более серьезно пока пока она не касается вроде кажется что все фигня а когда коснется там уже там уже не до шуток нифига прикольного в этом нет как-то так были не знаю даже не знаю чем вот в этом давно ничего не снимал не укладывал поэтому не знаю что даже было буду ли вообще выкладывает это видео чисто так интересно ладно сегодня все у меня получается посижу еще часа может два посижу часа два потоплю печку посмотрю телик попью кофе и потом накидаю полную котельную поеду домой и наверно скорее все встретимся уже парни завтра следующий день начинаем собирать мотор получается как я говорю блок у меня уже собран и осталось повесить навеску на его и одна единственная грязная работа это поменять подшипники на вентиляторе в тот раз но я уже купил их купил подшипники раз что-то пока ну да такая а в тот раз еще хуже крутит сейчас короче от моем и сразу показывать не буду как меня и подшипники подшипники показывал есть отдельное видео на канале смотрите то есть замена подшипников клетчатки охлаждения полностью от и до как поменять что к чему и как почему меня и начинаем помаленечку сборку так все отмыл помыл такая вот такая так скажем проблема да получается может возникнуть у вас для меня это не проблема я как бы у меня есть выходе ситуации то есть подшипник остался на крыльчатке и он сидит очень плотно его в принципе даже если ну вот так в тисках подшипник зажать и покрутить крыльчатку ну то есть да не снимется короче так выход из ситуации какой берете болгарку берете болгарку и аккуратненько вот так вот подпиливаете но сначала наружную обойму распиливаете да а потом внутреннюю обойму с двух сторон подпиливаете 11 ударчик зубила и внутренняя обойма расколется я уже давно делаю так что у меня есть съемник съемник венца электро запуска для 28 сильного мотора для старого коленвала то есть вот это коленвал но образца если взять втулку да у его посадка на 30 то получается так что этот съемник он с меньшей диаметром резьбы вот как бы я им пользуюсь редко но метка я уже не один раз вот так снимал подшипники пища просто прихвачу с двух сторон на две точки и стяну подшипник съемника в этот раз вообще нормальная тема то есть пришлось сколько видите точек поставить это идет очень туго но сниматься его все равно победил то есть не выполнены задач не бывает это ничего страшно там пару на пять точек больше больше поставили это вся фигня такая что намотан как обычно веревки все крещаточка целая тут пошибничек раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 точек проще было с двух сторон по сантиметровую шовчику сделать короче сделал три точки изначально и просто-напросто точки оторвало потому что подшипник как все девочки и правильно ну как бы как даже я бы сказал как доктор гью говорит блять про девальщиков да то есть сварка подшипнику это полный бред на то есть подшипник это высоко вульгородистая сталь она хрупкая да вот эта . она не приварена это была первая одна из первых точек и короче грубо говоря вместе с точкой сварки от съемника не оторвалась а оторвалась кусок от подшипника еще где-то должны вот еще одна точно такая же а третью я наверно прихватил обратно ладно это все фигня это сейчас зачиститься почиститься и съемчик уберется обратно во своей дошел до установки зажигания получается беру хозяйскую гайку ну которая была видно что она подбита зубилом почистил ее как бы все сделал все нормально такой накручиваю блять я первый раз не знаю что с ними так короче если взять на ману зайка новый что она крутится ровно она и должна крутиться ровно потому что коленвал новый знаешь сама гайка и это гаечка у нас отправится так все станет зажигание кожуха охлаждения тут были под два вот таких коллектора поэтому кожуха будут подарком подгоном подгоном у меня есть просто-напросто мне без разницы что сдать металлолом что но старая кожуха до 100 который у меня кожуха есть поставим их и погонам еще то есть не было втулочки коленвала не электро запуска будет втулка коленвала втулка коленвала одел новую хотел одеть буш ненькую ну бы уж на тоже хорошая но она немножко пока цена думаю если подарок должен быть новым так сказать все сделал на все моторы делали свою графику ну чтобы просто было как бы на выбор сделано гравировочка нормально тема так ладно все ставим ставим маховик закрываем эту сторону будем ставить кожуха карбюратор не все и мотор готов запуститься очень много вопросов задают по установке базовского топлива насоса сейчас покажу сложенном в этом ничего нету просто покупаете идете в магазин базовский насос или от 210107 или 210809 вот это именно насос от 0 8 ну от восьмерки у его идут выходы оба прямые вот классики у его вот этот нижний выход будет расположен вот под таким углом то есть сюда выходе вот и от классики насос просто поставил то есть нарезаем в картере резьбу и просто устанавливаем да то есть нижний выход на классическом насосе будет вот сюда под 90 градусов этот же насос то есть вот у его есть стрелка он изначально перевернут на 180 градусов то есть стрелка показывает наверх откручиваем вот эти шесть винтов переставляем верхнюю часть наоборот закручиваем обратно все больше насос листья никуда не надо ничего сложного в этом нету и насос начинает работать в том направлении в котором нам надо то есть вот это парни самое удобное место для установки насоса то есть он не мешает он он под рукой не надо открывать кожух двигателя чтобы накачать топливо все идеально по подключению вот этот штуцер подключаться напрямую к баку этот штуцер подключаться к топливному насосу например тайговского насосу тайговскому да ладно давайте распечатаем тоже если же у вас сейчас покажу на мику не до насосе вот на тайговском насосе то есть у насоса у тайговского тоже есть стрелка одна на вход другая на выход то есть отсюда берем шланг и подключаем к этому входу с этого входа идет шланг на карбюратор к середине подключается шланг вот картера если же у вас штатный насос то там просто-напросто с этого выхода подключаем к штатному насосу со штатного насоса на карбюратор все ничего сложного парни в этом самый главный плюс эти насосы они вечно то есть они офигенно качают в любой мороз практически никогда не ломается стоит тут и ломаться нечему и второй главный плюс у его офигенно работают обратно клапана то есть топливо никогда не будет оттекать обратно в бак с утра то есть в любое время года вы пришли раза три-четыре максимум качнули все топливо полная поплавкова камера будет все мотор сейчас на данный момент вообще полностью готов прикрутил свой вариатор для настройки зажигания шкалу тоже стробоскоп подготовил все ждем утро так как сейчас у нас почти они почти чуть больше чем полтать его ночи убираю в сторону и будем заниматься съемниками для подвески со съемниками тоже получилось так что парни оплатили и как раз блин через три дня в течение недели короче заболел и сделать съемники не мог поэтому пацаны уже ждут полтора месяца уже ждут блин дико извиняюсь но так получилось как получилось поэтому сейчас будем спешном порядке до утра думаю что до обеда я сделаю нам не сделать четыре комплекта то есть четыре комплекта они были оплачены полтора месяца назад и пацаны ждут на сделаю сразу пять комплектов потому что блин съемники это постоянно нужная штука если они постоянно продаются и лучше пусть он один комплект лежит запасе кто-нибудь все равно его купит тем более сейчас весна сезон под заканчиваться и люди скорее всего будут делать подвеску чего и вам рекомендую то есть подвеску обслуживать нужно весной после того как завершили сезон чтобы снегоход не стоял с водой в подшипниках все лето моторчик установил запустил поднастроил зажигание ну и традиционно до парни запустим три раза не покажу запустим три раза моторчик тепленький уже поработал ну немножко даже не теплый сейчас на улице плюс-минус нормальная адекватная температура на на минус 10 так все запускаем три разика и постоит еще поработать минут 10-15 и будем снимать 1 не фартанул 1 вас так ладно пусть постоит поработает маленько время вечер упаковал уже сделано комплекты съемников то есть как говорил 4 посылки полностью скомплектованы надо осталось только подписать но они все одинаково поэтому подписывать все одинаково буду это коробочки немножко бушная на фигня вот на эту коробку сейчас на бот наклеить просто другую бумажку так и у нас подъехал донат от евгения асовского женя он такой мне в личку написал ягоди немножко метизов отправлю нормально я отправляю если есть короче парни женя огромное тебе спасибо получается приехал два больших пакета перчаток перчатки никогда лишним просто-напросто не бывает ну я думаю же не не обидится вот вот такую пачку я дам парням соседям то есть мы с ними нормально должен надо немножко помогать думаю женька не обидится тут эта коробка была была тоже картонно развалилась я уже пересыпал сейчас ящик короче тут есть саморезы парня все вынимать не буду метизы м6 получается вот гравера вижу м12 м10 еще саморезы м8 болты тучи у нас гайки м10 такой пакет м8 дачки там еще тут у нас 10 болты с неполной резьбы дальше следующая коробка есть пакетиков такая вот пачечка пакетики тоже придется куда-нибудь отрезанных кружков упаковка 25 штук это у нас в чем получается на 125 болгарку один миллиметр это у нас луга абразив нормальные круги он они висят точно такие же такими все время пользуюсь ничего другого не покупают три баллончика газа газ тоже все время пригождаться на для растопки печки так выставляем шоке просто вы когда у меня друг это все занес фига и ты сказал мне ведь маленькая коробочка так под внутренние шестигранник это у нас м5 нет нет м6 нам м6 хотя может допустим м5 будет м да это правильно м5 вот м6 вот м5 м5 внутренней шестигранник м6 в то есть господи гравиров это вот пятерки нет это шестерки восьмерки шайбы внутренней шестигранник шестерки восьмерки гравиров пятерки простые болты внутренней шестигранник еще так ну по метизм понятно дальше их много тут они все разные большой баллон в дэшки в дэшка тоже все время нужно как бы бы дэшка я часто покупая или покупаю или vd-40 или мне нравится еще валера валера тоже ну всем рекомендую как бы даже с точки зрения ну с моей точки зрения я скажу что валера от в м по авто лучше чем в д-40 то есть как то так так битки под щуруповерт тоже нужна вещь получаться тут раз 10 штук на на 36 до 10 штучек philips 2 а не philips 2 sl с 2 они все правильно сказал philips 2 вот philips 2 то есть самые ходовые гроссовской гроссовской биты они как бы блин но они качественно хорошие потом фирма практика это под ну шуруповерт насадки подголовку тут наверное 8 штук это получается думаю что м13 12 10 10 9 8 7 6 и 5 тоже пригодится пусть лежит пусть будет одна битка вот такая гроссовская длинно удлиненная той тоже philips 2 крутая вот это я буду пользоваться сто процентов потому что вот это у меня уже все печаль беда она уже под сбита длинна бита нужно и короткая пользуюсь тоже было гроссовская по моему вот такой грубо говоря эти биты уже можно списать в утиль вот как и так то есть всего понемножку но огромное спасибо женя огромное тебе спасибо я не ожидал конечно что столько много будет то есть он сказал ну действительно что я ведь чуть-чуть тебе там метизиков какие медики не нужны насобираю насобирает насобирал две коробки как-то так огромное спасибо всем будем пользоваться все пригодится так парни а на этом будет на этом будем на приятной ноте такой будем заканчивать наше видео подписывайтесь на наш канал ждите следующие выпуски сейчас видео пойдут чуть почаще подписывайтесь на наш группу вконтакте делитесь с друзьями оценивайте видео все парни всем удачи всем пока катайтесь пацаны не ломайтесь прошло еще несколько дней изготовил вот такую печку тут только не хватает экранов получается она у нас получается с теплообменника вот здесь подача подача еще печку заглянем здесь вот эта подача обратка здесь под чайничек дверка с таким запором раз ну это затягивает прижиматься круче откручиваешь отжимации вниз так вот сделано не сам придумал подсмотрел в ю тубе у мужчины дверка со шнуром то есть полностью самодельно экранчик так подсветочку включим вот так вот то есть сам теплообменник вот так вот выглядит вот та труба вот та труба это у нас обратка здесь теплообменник получается через эти трубки будут проходить ну дым пламя огонь там все что угодно пищи как колосникова колосник покупной зольный ящик зольный ящик и здесь чтобы короче можно было чистить эту самую то пространство которое объединяется эти все маленькие трубки сделано окошечко и там если посмотреть ну как бы тут просто соединял казино была возможность это все дело почистить как-то так сам теплообменник получился такой вот здесь где-то ну плюс-минус там где-то литров 8 воды будет антифриза еще посмотрим как это все будет работать еще не запускали еще только подключают как то вот так такая вот получилась качек горка должно быть должно быть тепло ну соответственно вот еще болты приварены это здесь два крана вот для как лучшей конверции затопим и покажем сейчас еще сходим эту подачу сварим варим попробуем вот и все установим и и и